Ну, а сейчас представляют сильнейших, кто вышел в финал весовой категории 60 килограммов, 22 участника было, ну и вот Лукам Хиидзе и Франциско Каригас. Оба очень цепкие, крепкие. Каригас, ему 26 лет, победитель юниорской Европы, ой, мира, был победителем турниров Большого шлема. Большой шлем он выиграл в 2016 году в Абу-Даби, там же в Абу-Даби стал вторым в 2018 году и третьим в 2017 году. Очень крепкий, очень выносливый, подвижный спортсмен. Ну, в этих весовых категориях, знаете, медленные не удерживаются. Этнический грузин Лукам Хиидзе выбил в конкурентной борьбе, в общем-то, лидера Валида Хьяра. Очень здорово у него выиграл два базаря. Провел 25-летний француз, совсем недавно в Ташкенте на турнире Большого шлема выиграл бронзу. Ну, а в прошлом году, в октябре, на Большом шлеме в Будапеште взял бронзу. У Хиидзе сразу чувствуются корни гены. Идет в плотный захват. Вот Ригас за счет, опять-таки, от ворота делает дистанцию, разрывает. Его устроит средняя дистанция, а Мхиидзе будет стремиться к плотному поединку. Поэтому забирает, забирает в охапку соперника, сгребая его. Ну, и вот тут опасная атака испанца, знакомым нам уже техническим действием, броском с упором стопы в живот. Помните, в предыдущей встрече болгарин, насколько ловко, коварно делал это техническое действие. Кстати говоря, Яга Абуладзе, сеянный здесь под первым номером, а Франциско Каригас под вторым. Вот Каригас вышел в финал. Так вот, если бы Абуладзе не улетел от броска через голову от болгарина, то в полуфинале он бы как раз с Лукоем Хиидзе разбирался, кто сегодня сильнее. Ну, это мы только предполагаем, да? Просто такова турнирная сетка. Ну, а сильнейшие, вот они, на татаме. Их 4 минуты. Они сейчас демонстрируют лучшие свои качества. Бросок через спину. Контролировал он Хиидзе. Не позволил себя уронить. Первый Шидо в адрес спортсмена в белом кимоно. Да, испанец очень быстр. Поэтому в этом элементе, вот что касается активной борьбы, нельзя его отпускать. Чуть-чуть. Чуть-чуть француз. Похоже, техническое действие. Бросок через голову, но с помощью голени делал. Не сумел затащить. Бросок через голову. Бросок через голову! Хороший эпизод Вот активнее заборолся Мхейдзе Но опять опасен был Каригас И сейчас старается затащить в портер Испанец лежа тоже здорово ориентируется Опасен в этом движении Нужно быть на чеку Да, конечно, активнее стал работать Мхейдзе Но Испанец очень рационально действует Обратили внимание, как напряг на краю? И вот сейчас тоже оказался на высоте Заставил соперника уйти на колени Второе шедо в этой схватке И равные шансы у Мхейдзе и у Каригаса по замечанию Ох, какой хороший подворотный бросок через бедро вправо Но Каригас удивительным образом Удивительным образом ногами защитился Растянулся, не позволил себя бросить И сейчас обостряет в портере Обостряет очень здорово Это уже сложно что-то сделать У нас Камал Хан Магомедов Великолепно делал этот бросок через бедро Если кто помнит Челябинский чемпионат мира Команды, где в первой схватке Он японца Хошимоту Прибил так лопатками к татами Пересмотрите, очень красивое видео Пока идет повтор Я хочу сказать для всех 70 мужчин 73-81 и последний день будет завершаться турнир Вот этот, да Представляете, чудом испанец Чудом устоял Очень плотный подворот Такой короткий С захватом головы У нас Камал Хан Магомедов Так великолепно делал этот бросок через бедро Если кто помнит Челябинский чемпионат мира Команды, где в первой схватке Он японца Хошимоту Прибил так лопатками к татами Пересмотрите, очень красивое видео Пока идет повтор Я хочу сказать для всех коллег, поклонников дзюдо Еще раз скажу, что не стало Сергея Петровича Новикова Олимпийского чемпиона Нашего великолепного тяжеловеса Двукратного призера чемпионатов мира Прощание будет завтра, 17 апреля В 12.30 в зале СКБ номер 1 Это управление делами президента Улица, маршал Тимошенко, дом 25 Кто хочет попрощаться Обязательно приходите Ну а у нас продолжается схватка И продолжается уже в голденскор Добавленное время Пауза позволила восстановить дыхание И тому другому Пытался Мхейзе сейчас Подломить локоть соперника Но Коригас великолепно видит все лежа Сам предельно опасен Умеет и болевые делать Великолепное удержание Прессингует Мхейзе Очень хорошее зашагивание Плотности не хватило Да, сейчас опасно Опасно Не расслабляться лежа Очень хороший навык у испанца Им Хейзе сверху оказывается Но побоится атаковать Потому что испанец Посильнее в этом элементе Уже усталость Уже видно усталость Так вот путаются ноги И вот на фоне усталости Умение работать лежа Через не могу Очень хорошее качество И может в принципе Принести кому-то успех Пока активнее в этом элементе Испанец Напомню Идет спор за золотую медаль За титул чемпиона Старого света 2021 года Оценивают это движение Ошибается Мхейзе Потащил на себя Удержал его Коригас И акцентированно Бросил на спину Горит на табло Япон Да Ошибся Ошибся ты парень Ошибся Переиграл Коригас Очень чувствительный При своей цепкости Испанец предельно чувствительный Напомню еще Как от броска Через бедро ушел Ну давайте посмотрим Повторы Как это было Ну посмотрите И силы еще есть у спортсмена Ну победа всегда Как бы вот знаете Как будто батарейка Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok